итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас четверг 22 сентября давайте посмотрим на графике еврофунт и поговорим о дальнейших перспективах движения видим что европейская валюта продолжила свое снижение по отношению доллару сша еще в первой половине дня вал составил более 70 пунктов затем кое-как покупатели что-то пытались выгребать но ничего хорошего не вышло и после заседания федеральной резервной системы на которой процентные ставки в третий раз подряд были повышены сразу на 0 75 процента до уровня 325 все это привело к очередной распродаже европейской валюты по доллару сша до попытались выкупить очередной годовой минимум но затем выступление джерома паула все-таки свалило евро дальше в районе 98 0 98 10 и как мы видим сейчас давление на рисковые активы сохраняется прежде всего что хотелось бы сказать пол отметил что пообещал сокрушить инфляцию заявил о том что политика и дальше будет агрессивной более высокие процентные ставки и более медленный рост и смягчение рынка труда конечно да это будет болезненно для общества но придется этим мириться и ничего не поделать тем самым признав то что рецессию федеральная резервная система допускает и смотрит на это принципе сквозь пальцы и ничего пока с этим делать не собирается куда более важно были пересмотрены прогнозы на этот на следующий год на этот год ставка как ожидают в комитете должна достигнуть уровне 44 а это означает как минимум еще несколько довольно агрессивных повышений в 2003 году ставка достигнет уровня 46 и будет оставаться на нем достаточно долго средизвестная процентная ставка составляет 3,9 процента что намного выше предыдущих прогнозов экономистов и собственно показывает нам какой дальше будет политика федеральной резервной системы по крайней мере на которую они рассчитывают и которые будут придерживаться в ближайшем будущем все это конечно оказывает поддержку доллару сша и приводит к ослаблению как евро так и британского фунта британский фунт аналогично просел довольно крупно против американского доллара но сегодня есть небольшая надежда которая опять же на мой взгляд вряд ли серьезно повлияет на британский фунт и поможет ему как-то скорректироваться давайте посмотрим экономический календарь прежде всего идет о решении банк англии по процентной ставке видим что она также прогнозируется ее ее повышение на но 75 процента до 225 и видим что банк англии идет по пятам за федеральной резервной системой и соотношение голосов наверняка будет 9 к нулю и скорее всего протокол заседания комитета поддержки политики покажет агрессивность банк англии что в текущей ситуации может только ухудшить положение британского фунта так как кризис стоимости жизни великобритании энергетический кризис и в перемешку с резким снижением темпов экономического роста все это усугубляет положение британского фунта по отношению к доллару сша и оказывает на его на него давление видим все это приводит к очередным обновлением годовых минимумов что касается данных по еврозоне то у нас ежемесячный отчет из европейского центрального банка публикуются у нас данные по индикатору потребительской уверенности здесь в экономическом календаре нету и что касается второй половины дня то это недельное число первичных заявок на получение пособия по безработице и баланс чего-то текущих операций вряд ли эти данные будут как-то серьезно оказывать давление на рынок поэт поэтому не исключаю что евро продолжит свой снижение по отношению доллара сша конечно оптимальным сценарием это на часовой графике евро доллар оптимальным сценарием были бы продажи на коррекции 98 61 и на сколько 99 07 как минимум с движением 3 35 пунктов но если медведи заберут у нас ближе первой половине дня ко второй половине дня 98 13 снизу вверх это снизу вверх этого диапазона дополнительный сигнал на продажу и я думаю идем на 97 70 с перспективой 97 23 где буду смотреть покупки сразу на сколько покупки 97 70 98 13 только при формировании ложного пробоя если по какой-то причине у нас наблюдается крупный рост евро если быки забирают 98 61 т сверху листого диапазона в таком случае добавлю в длинные позиции с коррекцией на 99 07 что касается британского фунта здесь посмотрим посредим за реакции банка англии за реакции рынка на заседание банка англии на сделанные заявления не исключаю что у нас будет просматриваться движение вверх на 12 68 здесь сложный пробой сигнал на продажу либо продажи на отскока 1309 с той же коллекцией 30 35 пунктов внутри дня если медведи забирают 1220 тестирую снизу вверх то по аналогии с евро сигнал на продажу и идем на 168 с перспективой 1113 где буду покупать сразу на сколько покупки 1220 168 при текущем медвежьем тренде конечно только при формировании ложного пробоя так как ловля дня дна является не самым лучшим вариантом если мы забираем выше 12 68 ты сверху вниз может еще раз повторюсь привести коррекции на 1309 и 1354 где буду продавать сразу на отскок всем удачи